12 лет назад президент России подписал закон, согласно которому многодетным семьям безвозмездно выделяют земельные участки. В Люберцах очередь на их получение с 2011 года состояла из 1742 семей. Почти половина из них земельными участками уже обеспечена. Как живут новоселы, узнали мои коллеги. Первые земельные участки многодетным семьям из Люберец в селе Никитское выделили 6 лет назад. Уже тогда им пообещали построить подъездные дороги и обустроить дренажные канавы, которые позволят отвезти с участков избыток грунтовых вод и осадков. На сегодняшний день дороги к участкам нет. Электричество частично. Кто сам индивидуально подавал заявку, когда еще была цена 550 рублей, тому подключили. Сейчас реальная стоимость подключения где-то порядка 15 тысяч. Это как бы по минимуму. Ася, скажи, мы к участку можем подойти? Мы идем по полю. Екатерина Абасова до своих 10 соток тоже добирается через бурьян и овраги. Чтобы трое маленьких детей больше времени проводили на свежем воздухе, глава семейства построил дом. Теперь хочет посадить фруктовый сад. Но пока это только мечты. На участках стоит вода. Кто-то построился. Лично мы, вот еще представители многодетных семей, кто стройматериал носил на себе полностью. Вот я с мужем носила, вот девушку тоже с мужем носили. Построили дома. Невозможно было подъехать. У нас есть пожелание, чтобы все наши люди, которые получили еще в 16-м году, в 17-м году, в 18-м, в 19-м, имели возможность сюда приехать, развиваться. Вдоль грунтовых дорог опоры освещения установили несколько лет назад. Протянули кабель, но к электричеству так и не подключили. На встрече с Владимиром Волковым жители заручились его поддержкой. В преддверии летнего сезона, конечно же, мы дополнительно выделим средства в этом году уже, для того, чтобы устранить замечания, те, которые высказали сами жители. И в дальнейшем, на следующий год и следующие годы будет утверждена программа по благоустройству этой территории. Проект благоустройства территории разработают уже в этом году. Пожелания многодетных семей будут учтены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.